Здравствуйте! Программа «В центре внимания» в эфире в студии Яна Лисовая. Совсем скоро, 6 ноября, в Благовещенске пройдёт международный турнир по современному панкратиону «Вызов Амура-8. Решающий удар». Сегодня поговорим о том, как будет проходить турнир, а также о том, как готовятся бойцы. Итак, у нас в студии Алексей Пономаренко, сорганизатор турнира. Кроме того, он является исполнительным директором Федерации смешанного боевого единоборства Амурской области. Такая длинная должность. И Никита Подлубный, спортсмен, который будет участвовать в решающей схватке, так скажем. Добро пожаловать в студию. Здравствуйте! Рады, что нашли время прийти к нам в студию. Ну и хочется сразу задать первый вопрос. Само название «Вызов Амура-решающий удар». Что это значит? Это приставка «решающий удар». Вы заканчиваете череду этих мероприятий? Это последнее или что? С чем это связано? Нет. В любом случае, это не последнее наше мероприятие. Мы решили запустить такой слоган «Решающий удар». Потому что, прежде всего, для участников супербоёв «Решающий удар». Почему? Потому что это прекрасная возможность выступления на этом турнире. Показать себя во всей красе, стать ближе к своей мечте. Именно тот, кто нанесёт «Решающий удар», тот и станет ближе к своей цели. А у этих ребят цель одна — это называться чемпионами. Больше никакой другой цели нет. Я думаю, что 6 ноября мы увидим, как наши ребята, в том числе Благовещенские, становятся чемпионами. Но мы привыкли к тому, что уже 8-й турнир будет проходить, да, то есть уже такая традиция, можно сказать, сложилась. Это рейтинговые бои и супербои, вернее, в которых участвуют уже более профессионально подготовленные спортсмены. Кто будет в этот раз участвовать в рейтинговых боях? Начнём с этого. Ну, в рейтинговых боях по традиции участвуют такие бойцы, как уже известные на территории Амурской области Александр Белых, Василий Перко, Виктор Данилин. В общем, парни, которые сейчас набирают обороты именно в смешанных боевых единоборствах. А супербоёв, да, если мы коснёмся, то это ребята, которые уже проводят не первый бой, которые уже заработали себе какое-то имя на территории области и даже на международной арене. Например, в Китайской Народной Республике это Никита Подлубный, это Владимир Вивдыч и Мурат Шахбанов, наши известные бойцы, которые пока что в узком округе спортсменов, фанатов знакомы. Но я думаю, что со временем ребята станут известными на территории вообще всей Амурской области. Да и на весь мир, наверное. Ну и дай Бог, на весь мир. Например, Мурат Шахбанов уже высоко ценится на территории всего Дальнего Востока и даже за пределами Дальнего Востока. Например, является чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо. Да, мастером спорта Паушусин, да. То есть это заслуги, которые делаются не один день. Для того, чтобы их добиться, надо не один день тренироваться. Действительно, спортсмены титулованы, а кто будет с ними сражаться в боях? Например, главный бой вечера – это Мурат Шахбанов против Арапа Нагирова. Арап Нагиров – это спортсмен из Киргызстана, который идет сейчас без поражений. В серии у него четыре победы подряд. Тоже парень надел уже много шума и на российской арене, и у себя в Киргызстане в любительском виде спорта. Любительский панкратион у него база, он кандидат в мастера спорта по любительскому панкратиону. И также его приглашают уже в Европу драться. То есть мы не везем кого попало сюда. Мы везем спортсменов для того, чтобы получились конкурентные бои. Ну вот турнир международный, я так поняла, что в этом году акцент сделан на китайскую часть, так скажем, на спортсменов из Китая, да? Потому что вот с недавних пор они стали активно приезжать, в том числе и в Амурскую область, на бои. Мы сейчас работаем активно как раз с Харбинским бойцовским клубом. Там большое количество спортсменов, в основном это легкие веса. Как известно, у китайцев такая предрасположенность в физиологии, скажем так. Легкие веса 61-66 килограммов, максимум 70. Вот как раз в легком весе Никита будет выступать против одного бойца. И Владимир Вивдыч в легчайшем весе будет драться против другого харбинского бойца. Тоже бойцы, которые сделали себе имя, скажем так, Китайской Народной Республики. Так что я думаю, получится очень конкурентные бои. Я думаю, что следующий вопрос Никите. Как вообще оцениваете подготовку своего соперника? Наверняка есть у вас, вы просматриваете его бои как-то, да, тактику ведете, отмечаете какие-то вот его слабые места? О бойце узнал совсем недавно. Знаю о нем то, что выступал он в The Ultimate Fighter. Это американское реальти-шоу, которое уже запущено во многих странах. Выступал он там. Соответственно, там собираются лучшие бойцы, в данном случае из Китая. То есть уровень уже такой, да, достаточно высокий? Да, серьезный. Вот, и знаю о нем еще то, что его база борьба, соответственно, он будет больше бороться в партере. Вот, ну, тактика на бой, скорее всего, будет введение поединка в стойке. То есть поиск слабых мест противника? Ну, да, можно так сказать. Ну, а лично вы не знакомы? Нет, нет. А на счету вашего соперника есть поражение? Ну, я даже не знаю от его, как бы, по сложному списке. Вот. Ну, а всем, наверное, интересно, вот несколько дней буквально остается до боев. Как проходит подготовка? Как готовятся спортсмены? Ну, примерно за неделю до боя уже, как бы, темп тренировок спадает. Тренируемся в щадящем режиме, ну, в избежание травматизма. И тренировки остаются для того, чтобы, ну, как бы, размяться, подогнать вес. Потому что это тоже очень важная часть тренировочного процесса перед боем. Вот. И за неделю, в принципе, весогонка. Вот. Подгоняем вес, разминка, и, в принципе, больше чего такого не делаем. Так. Ну, и, соответственно, настрой на бой, там, психологически и морально подготовиться к бою. Ну, а настрой уже, я так понимаю, занимаетесь настроем уже сейчас, да? Не обязательно ждать неделю за, неделю до боя. Да, конечно. Самое главное не перегореть, то есть сильно много не думать об этом, не волноваться. Отлечься немножко. Вот. Ну, вот сейчас как оцениваете свой настрой? Ну, вот, как бы, я всё это время тренировался, но думаю, что готов. И 6 ноября выйдем в клетку и покажем, кто на что способен. Доля удачи – это весомый фактор в боях или нет? Вот бывает, что удача просто не улыбается, ну вот, и независимо от того, как ты готовился. Или здесь именно вы показываете всю свою подготовку? То есть кто победил, это не значит, что ему улыбнулась удача, это значит, что он реально готовился. Ну, как бы, я думаю, что удача играет, конечно, какую-то определённую роль, но думаю, в большей степени играет роль подготовка спортсмена, ну, как профессионала в данном виде спорта. Вопрос к Алексею. На прошлом турнире практически 8 из 10 боёв выиграли наши амурские спортсмены, да, если мне не изменяет память. Какие ставки на этот турнир? Или ставки делать – это всё-таки дело неблагодарное в этом плане? Ну, мне, наверное, как с организатору не с руки делать какие-то ставки. Ну, хочется верить. Да, конечно, хочется верить, хочется болеть за своих именно ребят. Ну, как оно выйдет – это спорт, спорт профессиональный, кто лучше подготовлен, тот и окажется сильнее, скажем так. Потому что, опять же, повторю, в спорте нет заведомого победителя. Ещё одна изюминка этого турнира – то, что ведущим опять по традиции уже, можно сказать, станет лучший ринкононсер нашей страны Александр Загорский. Как удалось в этом году снова задействовать его вот в таком турнире? Потому что я знаю, что у него график достаточно плотный, он просто практически не живёт дома постоянно на таких выездных мероприятиях. Да, так сложилось, что Александр – это наш уже давний друг, даже больше уже не коллега, а именно друг. Понимаете, у нас организация – это как одна большая семья. И вот Александр, когда ему мы звоним с предложением провести то или иное мероприятие, он, естественно, заглядывает. Если у него нет никаких обязательств, то он первым делом соглашается ехать к нам, потому что ему очень нравится проводить время на Дальнем Востоке, в Благовещенске. Здесь дружелюбные люди и его очень хорошо встречают. И нет вопросов ни о каких-то гонорарах. Ну и, разумеется, гонорар есть, но цена здесь далеко не на первом месте. Ну это радует, я думаю. Ещё, наверное, последний вопрос нашей программы касается дальнейших планов Федерации именно. Я так понимаю, что Китай вы сейчас осваиваете активно, то есть сейчас курс именно на Китай. И в данный момент, пока идёт наше с вами интервью, спортсмены вашей Федерации уже находятся в Пекине, и там будут международные бои. Вот расскажите немножечко, что там будет проходить и какой уровень мероприятий. Там бойцовская организация, китайская ЗВ называется, ЗВ Fight Nights, проводит свои очередные, можно сказать, бои. Но на этот раз крупный турнир в Пекине, где съедутся спортсмены с 10 стран, насколько мне не изменяет память, это Венесуэла, Австрия, Соединённые Штаты Америки, Аргентина, Армения. И вот россияне как раз приедут туда, и двое из россиян, это как раз наши амурские спортсмены, это Володя Айвазян и небезызвестный Евгений Залевко, который неоднократно был участником главных боёв на вызове Амура, и также на Платинном арене в Хабаровске. Ну и с ними Роман Резник, да? Да, разумеется, с ним поехал их тренер и руководитель нашей Федерации Роман Резник. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам в студию. Алексей, спасибо за подробный рассказ. Я думаю, все зрители заинтригованы, обязательно постараются посетить это мероприятие. Никита, вам, конечно же, удачи. Я думаю, что все амурчане будут болеть только за вас, и также за других амурских спортсменов. Я напоминаю, что сегодня на студии был Алексей Пономаренко, сорганизатор турнира «Вызов Амура-8», и Никита Подлубный, спортсмен, который будет участвовать в боях. Обязательно посетите 6 ноября турнир по современному панкратиону «Вызов Амура-8». Но если у вас не получится, включайте Первый областной канал, потому что все это мы, как всегда, по традиции покажем в прямом эфире. Ну, это была программа «В центре внимания». До новых встреч в эфире. До свидания.